Первый вопрос о парадке патриотическое воспитание молодежи. Эта тема сейчас важна как никогда ранее, и ей нужно уделять особое внимание. Начальник управления молодежной политики Вячеслав Березуцкий выступает со скучным докладом, суть которого у нас все хорошо и молодежь воспитываем правильно. Вот только губернатор в этом не уверен и сделал несколько замечаний, среди которых и оформление сайта Центра патриотического воспитания Одесская Ага. А ведь интернет – главный источник информации для молодежи. Но на этом разбор полетов не закончился. Когда же речь пошла о принятой программе на текущий год, в дискуссию вступила начальник департамента финансов Марина Зинченко и рассказала, какими же методами на самом деле сейчас хотят воспитывать молодежь. Эта информация удивила не только губернатора области, но и всех чиновников. Вячеслав Березуцкий уточнил, что планировалось закупать не настоящее оружие, а макеты. Но это не сгладило обстановку. После чего перешли к обсуждению дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в нашей области. Чтобы стимулировать бизнесменов, в Ага внедрили механизм компенсации части процентной ставки по кредитам, которые берутся в банках на развитие своего дела. Ну и еще несколько ограничений. Срок кредита должен быть не более трех лет, а сумма не больше 5 миллионов гривен. Эта программа стала еще одной ступенью в установлении крепких отношений между областной администрацией и предпринимателями нашего региона. Здесь вопросов ни у кого не было. Уже на брифинге была поднята тема Белгороднестровской крепости, которая на протяжении последних нескольких месяцев медленно сползает в Днестровский лиман. Причин несколько. Возраст сооружения, обвал скальных блоков и периодические дожди, которые только подмывают сползающие склоны. Губернатор пообещал, все будет сделано в лучшем виде. Нужно глобально решать вопрос, сумма денег, которая необходима, источники финансирования, период, за который можно сделать, провести полную реконструкцию и реставрацию крепости. Потому что крепость – это то наше культурное наследие, которое мы обязаны сохранить в том виде, в котором оно существует. Именно так началась неделя в областной администрации, с небольших ссор, дискуссий и планов на будущее. Но главное, чтобы это не оставалось только разговорами, а был реальный результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова